ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН Кроме того, не скрою, есть в этом и так называемый мой личный мотив, назовем его ностальгическим. В конце 90-х годов я начинал свою работу в спортивной журналистике на Томской радиостанции «Даджист ФМ» программой о футболе, которая называлась «Первый дивизион». Так называемый ностальгический фактор во многом предопределил и форму нового проекта. Я по радио скучаю, до сих пор себя считаю радищиком. И нынешняя программа «Первый дивизион» пока, во всяком случае, будет выходить в аудиорежиме. К тому же, такой формат проще с точки зрения технического производства. Заполучить голоса важных, нужных, интересных футбольных людей значительно легче, нежели телевизионную картинку. А эти самые важные, нужные и интересные футбольные люди будут главными героями «Первого дивизиона». Это я уже перехожу к содержательному формату программы. Какое-то время назад я поймал себя на мысли о том, что, хоть и занимаясь футбольной информацией как бы профессионально, тем не менее у меня остается много вопросов, много белых информационных пятен, касаемых футбольной национальной лиги. И в рамках новой программы я буду стараться найти ответы на эти вопросы. Нет смысла спорить с тем, что так называемый уровень исполнительского мастерства ФНЛ уступает командам элитного дивизиона, однако и здесь хватает известных, колоритных и, не побоюсь этого, определения звездных тренеров и футболистов. В ФНЛ много борьбы, спортивного азарта, много интересных и непредсказуемых матчей. Здесь собраны команды, разбросанные на футбольные карты России от Владивостока до Калининграда. Кого-то мы знаем лучше, кого-то хуже. А о ком-то не знаем практически ничего. И вот со всем этим хочется поближе познакомиться. Если это интересно и вам, то представляем вашему вниманию новый информационный проект пресс-службы футбольного клуба «Томь» «Первый дивизион». Здравствуйте, уважаемые болельщики! Вы слушаете первый выпуск новой информационной программы пресс-службы футбольного клуба «Томь» «Первый дивизион». 8 июля в рамках первого тура «Фонбет» перенства России среди клубов ФНЛ «Томь» на своем поле будет принимать Краснодарскую Кубань. О том, как «Желто-зеленые» провели межсезонье, об изменениях в их составе, о задачах, которые ставит перед собой Кубань, о предстоящем в субботу матче и пойдет речь в нашей программе. И помогать, удовлетворить наше любопытство будут сегодня наши старые и очень добрые знакомые. Главный тренер краснодарцев Евгений Калешин и защитник Сергей Бенц, которых томские болельщики хорошо помнят по выступлениям за «Томь». Кубань, так же, как и «Томь», в последнее время часто упоминается в связи с околофутбольными проблемами, проблемами финансового характера. Кое-где даже прошла информация о том, что из-за задолженности краснодарские футболисты грозятся бойкотировать матч первого тура в «Томске». Насколько это соответствует действительности и насколько же эти проблемы жестко стоят перед Кубанью? Естественно, что дыма без огня не бывает. У нас действительно есть определенные проблемы с финансированием. Но я думаю, что от момента старта первенства все урегулируется и мы в боевой готовности приедем в «Томске». Но опасности того, что команда будет бойкотировать и жестко ставить вопрос накануне выезда в Сибирь у вас нет? Я думаю, что это все-таки правда. Поддерживает сдержанный оптимизм своего тренера Сергей Бенц, который также практически, все же эту ремарку оставим, практически исключает возможность бойкота игроками Кубани матча в «Томске». Проблемы в «Томске» действительно есть, но они руководством решаются и я надеюсь, что до игры в «Томске» они решаются. И все благоприятно сможете. То есть, во всяком случае, жестко вопрос относительно бойкота матча против «Томи» не стоит? Да нет, такого нет, жесткого ничего. Какие бы финансовые проблемы сейчас перед Кубани не стояли, в Краснодарском клубе, видимо, понимают, как с ними справиться. Иначе бы перед командой не стояли самые высокие турнирные задачи. Согласитесь, находясь на грани банкротства, планировать выход в премьер-лигу могут только авантюристы. К коим Калешина, которого я давно и хорошо знаю, отнести никак нельзя. Евгений Игоревич не скрывает высоких амбиций своей команды и готовит Кубань к реальному соперничеству с предсезонными фаворитами ФНЛ. Естественно, что Кубань будет одним из претендентов на выход. И от этого, наверное, никто не сможет уйти. И здесь, я думаю, что не нужно перестраховываться, нужно четко обозначивать свои цели. Потому что Кубань обязана играть в премьер-лиге и делать все для того, чтобы как можно скорее туда вернуться. А что касается конкуренции, я думаю, интересный должен быть, предчувствую, что должен быть очень интересный чемпионат. Потому что несколько клубов достаточно серьезных и по уровню подготовки, и инфраструктуры, и готовности должны конкурировать между собой. Я думаю, прежде всего, это Оренбург, Самарские крылья светов, и Красноярский, и Нифей, Кубань. Возможно, кто-то, может быть, Тамбов. То есть, как бы несколько клубов, которые действительно уже на протяжении нескольких лет показывают стабильную игру. И какие-то определенные результаты могут декларировать, или у них есть основания для того, чтобы ставить задачи выхода в премьер-лигу. Исходя из высоких задач, Калешин соответствующим образом и настраивает своих подопечных. Его тренерская философия в хорошем смысле агрессивна и наверняка нравится краснодарским болельщикам. В одном из интервью Евгений Игоревич сказал, что Кубань должна играть во всех матчах с позицией силы. Кубань должна позиционировать себя как топ-клуб не только в крае, но и в стране. Ну, это позиция не моя, это должна быть позиция клуба. Потому что, действительно, Кубань – это большой клуб. И не может себе позволить отходить от этого понятия. И как бы нужно декларировать это не только за пределами поля, но, конечно, и игрой своей подтверждать. Я надеюсь, что в этом сезоне так и будет. Насколько нынешняя Кубань готова к воплощению концепции своего тренера, покажет стартующий сезон. Пока сложно состав краснодарцев отнести к разряду Dream Team. И я в данном случае сравниваю не с Томио, а с командами, которых относят к разряду фаворитов. Состав Кубани пока находится в стадии формирования. Покинули Краснодар такие опытные игроки, как Максим Житнев, Игорь Армаш и Спартак Гогнев. Из новичков пока, во всяком случае, пожалуй, можно особо выделить Никиту Чичерина, игравшего в свое время из Атоми, но в минувшем сезоне этот защитник был одним из лидеров Красноярского Енисея. Я думаю, что самая важная вещь, которая произошла, это стабилизация состава. И, в принципе, 10-11 человек, которые являлись костяком прошлогодней команды, они остались в команде. Они находятся в расположении клуба, у них действующие контракты. И в этот сезон мы входим не полностью создавая команда, а уже команда, которая отыграла вместе один сезон. Это всегда для клуба хорошо. Естественно, что у нас есть определенные потери. Но это происходит в каждом клубе, потому что у некоторых футболистов заканчиваются контракты, они по разным причинам не смогли их продлить. Действительно, что, допустим, для нас является потерей неподписание нового контракта со «Спартаком», потому что приняло другое решение. Мы сожалеем об этом. Но я думаю, что такой клуб как клуба не может зависеть от какой-то одной личности. И, естественно, что все благодарны тем ребятам, которые приложили огромные усилия в прошлом году. Но футбол движется дальше, и новый сезон уже не за горами. Поэтому те ребята, которые валются в состав, я думаю, что смогут полноценно заменить тех, кто покинул его. У нас еще несколько трансферов в стадии переговоров, потому что у нас есть определенные проблемы с заявочной части. Но пока бы не хотелось афишировать эти фамилии. Потому что еще эти трансферы до конца не завершены. Поэтому конкретно фамилии не хочу называть. Но они обязательно будут. Три-четыре человека мы постараемся внедрить в команду. То есть уже перед матчем с Томью эти футболисты, возможно, вольются в ваш состав? Да, да, да. А кто является лидером нынешнего состава вашей команды? У нас сейчас достаточно большая группа местных игроков. И мы все-таки надеемся, что именно они возьмут на себя и руководство командой, и игрой. В этом сезоне и Рома Бугаев, и Азад Байрыев, и Денис Якуба, Игорь Коновалов, и Саша Клещенко. Это все-таки костяк футболистов, которые либо воспитывались в Кубани, либо уже долго играют в Кубани. Поэтому надеемся, что на их плечи ляжет ответственность за климат внутри коллектива. И, конечно, ответственность за то, кто будет вести команду вперед. Вы в этом списке не отметили Сергея Бензе, которого томские болельщики хорошо знают и, конечно же, тоже следят за его выступлением. Я думаю, что 100% он подходит под критерии одного из лидеров нашей команды. Евгений Игоревич, не было ли возможности, желания пригласить в Кубань вашего младшего брата Виталия, у которого, как нам известно, закончился контракт с Краснодаром, и который наверняка еще не сказал своего последнего слова в футболе? Вы знаете, он принял твердое решение о том, чтобы остановиться и завершить карьеру игрока. Поэтому, когда человек принимает решение в 37 лет о том, чтобы завершить игровую карьеру, я думаю, что это решение уже осознанное и прожитое. Поэтому я даже не пытался никакое влияние на него оказать, потому что понимаю, что это решение окончательное. И возврату оно не подлежит. Сергей Беймс в качестве одного из главных достоинств нынешнего состава Кубани также отмечает сыгранность футболистов, большая часть из которых вместе отыграли прошлый сезон. Команда, я скажу, что уже на данный момент не новая, а уже сформирована. Мы год уже практически отыграли вместе, да, и команда уже сыгралась. Да, в этом межсезоне мы потеряли Спартака Гогнева. Ну, к нам пришли сейчас новые футболисты, и будет усиление. Я надеюсь, что у нас откроется трансферное окно и эволюция новых людей. И команда заиграет с мягкими красками по-новому. Как ты оцениваешь вот свое положение, свой вклад вот в этой команде? Ну, на данный момент я являюсь капитаном команды. Безусловно, чувствую на себе определенную ответственность за результат, за то, чтобы команда двигалась вперед и побеждала в каждом матче. Кубань изначально планировал провести предсезонный сбор в Сербии, куда краснодарцы и вылетели, однако задержались там недолго. Компания-организатор не смогла предоставить оговоренные ранее тренировочные площадки. Тренерский штаб кубанцев принял решение о целесообразности переноса сборов в Краснодарский край, где Кубань провела три контрольных матча. В одном из них со счетом 6-0 подопечные Калешина разгромили местную любительскую команду. Но особое внимание, пожалуй, стоит уделить играм с Волго-Оградским ротором. В первом Кубань 2-0 обыграло Волжан, а во втором 0-4 уступило. Действительно, неожиданный результат был, но будет еще анализ этой игры. Но я думаю, что очень сильно сказалось наше настроение перед этим матчем. Оно как бы, немножко ситуация в клубе, она воздействует на игроков. Вот, и не смогли мы подойти с должным уровнем концентрации к этому матчу. Вот, поэтому не были до конца мотивированы и собраны. И поэтому такой результат получился. Хотя сама игра, уже после того, как мы посмотрели, она как бы не вызывала таких... Счет не говорил о том, что такая разница в классе между двумя командами. Вот, но футбол такая вещь, если ты чуть-чуть расслабляешься, то потом очень сложно верстать упущено. Ротор был мобилизован, и я думаю, что они заслуженно нас переиграли в этом матче. Ну, надеюсь, что мы извлечем уроки очень быстро. Хочется верить, что футболисты Кубани и к матчу с Томми отнесутся не с должным уровнем концентрации. Это, конечно, шутка, хотя, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. А вот о чем можно говорить серьезно, так это о том, что нынешний Томми является для краснодарцев загадкой. Как, впрочем, и не только для них. Ну, я посмотрел несколько обзоров, которые доступны на сайте, на официальном. Вот, и очень сложно составить впечатление, потому что действительно много, наверное, ребят, которые находятся на просмотре. Вот, и, наверное, целостные картины очень сложно увидеть там по тем 8-10 минут, которые удалось увидеть. Ну, я просто хорошо знаком с Валерием Юрьевичем. И я уверен просто, что команда будет мобилизована и готова 8-го числа. И я думаю, этот прекрасный тренер, один из лучших, допустим, в моей карьере, который серьезно оказал на меня влияние, как на игрока. Я жду очень тяжелой игры, но я думаю, что эта игра будет интересна. Я жду, что Томми будет готов к старту, и поэтому, независимо от состава, сейчас сложно спрогнозировать состав, но я думаю, что он однозначно будет в боевой матче. Вопрос о том, сможет ли принять участие в этом боевом матче капитан Кубани Сергей Бенц, пока остается открытым, травма не позволила ему сыграть ни в первом, ни во втором поединках против Ротера. У меня есть неделя на восстановлении, но возможно такое, что я первый матч и пропущу, скорее всего. Так, он в составе меня не будет. У нас достаточно сильная скамейка запасных, и есть ребята, которые могут заменить не хуже меня. Поэтому у нас, в принципе, по два игрока на каждую позицию, нам бояться нечего. Все знают свои действия, что они должны делать в игре. У нас все отработано, наигранно. Я думаю, никаких проблем не будет. Но мы, тем не менее, тебе искренне желаем восстановиться к игре с Томми. Почему? Потому что томские болельщики, конечно, будут рады тебя видеть, к тебе относятся с огромным уважением и любовью в Томске. Ты наверняка это знаешь. И при этом хочется задать вопросы. Часто, ну, футболисты как-то вот по-особенному настраиваются на матчи с командами, в которых им ранее приходилось играть. Ну, кто-то хочет о себе напомнить, бывшим тренером, болельщиком. Вот если тебе все-таки, мы надеемся, удастся принять участие в игре с Томми, у тебя будет какой-то особый настрой на этот матч? Ну, конечно, да. У меня осталось много приятных впечатлений, эмоций об этом уходе в время, проведенном в этом клубе. И я бы, конечно, хотел бы хорошо сыграть и постараться забить гол. И так у меня часто бывает, что я забиваю тем командам, в которых я играл до этого. Сереж, чуть более года назад Томми, по сумме двух переходных матчей, переиграла Кубань. Ваша команда вылетела тогда из премьер-лиги, хотя ты принимал участие как раз, играя за противоположную команду. Насколько вот это обстоятельство может повлиять на игроков Кубани в ближайшем матче? Есть ли, допустим, желание взять реванш за то поражение? Ну, вы знаете, в данном составе осталось всего один или два игрока, по-моему. И я не скажу, что там какой-то реванш. Мы играем, у нас задача одна сейчас. Ходит выход в пример либ. И вам нужно побеждать в каждом матче, не зависимо от того, будет Томска это или другая команда. Мы выходим, выигрываем и двигаемся дальше. Это сейчас для нас самое главное. Мы двигаемся от матча, выиграем, побеждаем, идем дальше. В следующем матче выиграем, двигаемся дальше. И так, в течение всего сезона, нам нужно побеждать в каждом матче. Это основная задача и задача выхода тренер-либы. Каким бы боевым не был настрой в субботу у соперников, я уверен, что болельщики на стадионе труд будут искренне приветствовать и аплодировать, услышав фамилии Калешин и Бенц. Приятно, что и Сергей, и Евгений, простите, Евгений Игоревич, очень по-доброму вспоминают годы, которые они провели в Томске, играя за Том. Ну, я хочу сказать, что Томск для меня родной город, потому что часть сердца и души оставлено там, на футбольном поле стадиона. И вообще в этом городе я всегда буду с особой теплотой вспоминать отношения болельщиков ко мне. И хотел бы, пользуясь случаем, пригласить их на стадион, чтобы они поддержали в максимальном количестве свою команду. Но мы постараемся привести свою команду и показать там хороший футбол. Конечно, мы хотим добиться результата, но прежде всего, я думаю, чтобы болельщики ушли со стадиона неразочарованно и видели очень серьезное качество со стороны Томска и с нашей стороны. Я в это верю и надеюсь, что так оно и будет. Ну, у меня, конечно же, остались только самые приятные, теплые воспоминания. Я провел все годы в Томске, и мне всегда было приятно играть в этом городе. И приятно, что приходили болельщики, болели. Особенно запомнился, наверное, последний перехватной матч, да, с Кубанинком играть. У нас полностью стадион был заполнен. И даже стояли люди, смотрели, и там и на деревьях сидели. Было очень приятно играть. Я, конечно же, сейчас бы хотел попросить у болельщиков, чтобы все пришли на матч, на открытие нового чемпионата в СНЛ. Я думаю, будет интересная игра, и болельщики получат огромное удовольствие от просмотра нашей игры. Завершу нашу программу небольшой статистической информацией. Томи Кубань в российской футбольной истории провели между собой 20 матчей. 8 раз выигрывали Томичи, 7 побед в активе краснодарцев. Соответственно, 5 игр завершились в ничью. Кому из соперников удастся будущую встречу занести себе в актив, узнаем в субботу, 8 июля. Хочется верить, что результат будет определен в честной и бескомпромиссной борьбе, и на его исход не повлияют какие-то субъективные обстоятельства. Кстати, обслуживать матч будет бригада, которую возглавит Владимир Москалев из Воронежа. Обязательно приходите на Стадион Труд и поддержите команду нашего с вами города. Болейте за Томи, слушайте на официальном сайте программу «Первый дивизион», которую для вас подготовили Олег Игрушкин и Дмитрий Шуба.